Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Ирина Батина. 620 тысяч бюджетных мест выделено ВУЗом в этом учебном году. Сейчас идет приемная кампания. Какие новшества в правилах приема, как Амурские университеты готовятся принять студентов? Об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем Павлом Тихончуком, ректором Дальневосточного государственного аграрного университета. Здравствуйте! Здравствуйте! Павел Викторович, давайте начнем с изменений. Одно из изменений – это новшества в целевом приеме абитуриентов для обучения. Расскажите, что поменялось? Совершенно верно. Главным и основным изменением в приемной кампании текущего года является изменение механизма целевого приема. Это связано прежде всего с тем, что сегодня во многих отраслях экономики наблюдается дефицит кадров. Он со многими вопросами связан. И не только с тем, что во многих отраслях ограничили использование иностранной рабочей силы, но и с тем, что сегодня в условиях, когда мы делаем ставку на собственное производство, развивается производство. И сегодня все понимают, что главный ресурс любой отрасли – это кадры. Какие это изменения? В этом году работодатели обязаны завести свой личный кабинет на единой цифровой платформе работы в России, где они размещают свой запрос на потребности в кадрах, а также показывают те социальные меры поддержки, которые они готовы предоставить выпускникам школ, которые пойдут учиться по целевой подготовке. И надо сказать, здесь есть очень интересные изменения. Прежде всего, для абитуриентов минимальная поддержка социальная – это стипендия, не меньше академической. То есть гарантированно ребятам, которые пойдут учиться по целевой подготовке, это как минимум двойная стипендия. Но многие работодатели дают более широкие социальные меры поддержки. Это и оплата проживания в общежитии. Гарантировано место прохождения практики на оплачиваемой должности. Гарантировано трудоустройство, помощь в решении жилищных вопросов. И в целом сегодня целевую подготовку, целевое обучение надо рассматривать не как возможность поступить на бюджетное место, как это рассматривалось раньше. Сегодня это прежде всего стабильность, уверенность в завтрашнем дне, то, чего как раз и не хватало в последние годы. И что радует, что сегодня работодатели по-другому стали смотреть на эти вещи, на целевую подготовку. И если раньше говорили о том, что нет, нам нужно сегодня, они готовы взять выпускника, который в этом году закончил, а на вопрос о целевом поступлении, ну это через 4-5 лет, там неизвестно, сегодня все понимают, что кадровая обеспеченность, это вопрос быстро не решается. Поэтому со стороны работодателей сегодня очень хороший отклик. Это прежде всего и в сфере агропромышленного комплекса, в сфере строительства, где наиболее сегодня активно развивается производство, где высокая востребованность кадров. И работодатели сегодня идут на это и предоставляют хорошие меры поддержки. Вот в этом году порядка 380 заявок есть у нас. на целевое поступление. То есть студент, если раньше целевое поступление, мы говорили, что студент уже приходит, он сам ищет работодателя, который готов за него платить и готов его принять, соответственно, то сейчас, заходя на портал, он выбирает, по сути, работодателя, правильно? Совершенно верно, совершенно верно. Сегодня, скажем так, у абитуриента есть возможность выбора. Есть возможность выбора. Это можно и через госуслуги посмотреть, какие предприятия нуждаются в специалистах данного профиля, какие меры социальной поддержки. Кроме того, если абитуриент подает документы непосредственно в приемную комиссию вуза, он может оставить заявку на целевое обучение при сдаче документов. Либо через госуслуги, либо непосредственно заявку. Сам договор о целевом обучении, он заключается уже до 1 сентября. Сейчас все говорят о тесной, ну и такая есть тенденция, да, и у вузов, и у СУЗов о тесном взаимодействии с работодателями, да. Вот у СУЗов есть программа «Профессионалитет», благодаря которой они и оборудование у них поступают, открываются новые специальности. Как вот вузы решают эти вопросы взаимодействия с работодателем, и студентам дают, я так полагаю, именно то обучение, которое нужно работодателю, правильно? Вот знаете, сегодня мы говорим о дефиците кадров, и мы понимаем, что для предприятия это проблема серьезно укомплектовать кадрами, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это повышенная востребованность наших выпускников, и это, конечно, радует. У нас очень тесные связи с предприятиями, с работодателями, все ведущие предприятия агропромышленного комплекса, руководители предприятия, входят в попечительский совет университета, и мы понимаем, что готовя кадры для реального сектора экономики, их невозможно подготовить только в аудитории. Безусловно, нужны практические навыки, будь то ветеринарный врач, и какие бы там ни читались лекции, проводились лабораторные занятия, сегодня и виртуальные лабораторные работы, но если ветеринарный врач не получит практические навыки, работа с ветеринарными инструментами, скальпель, вакцинация, забор крови и так далее, это только должны быть практические навыки. Поэтому у нас очень тесное взаимодействие, причем вот сегодня очень такая благоприятная сегодня складывается ситуация, вообще в целом, для развития образования. Сегодня со стороны государства поддержки, так, допустим, предусмотрена в сфере агропромышленного комплекса компенсация предприятиям затрат на прохождение учебной производственной практики студентов. До 90% это компенсация заработной платы, проживания, питания студентов. Поэтому сегодня и предприятия охотно берут студентов на практику. И для ребят это не только возможность получения практических навыков, получения таких практических компетенций, закрепить те теоретические знания, которые они получают в УЗИ, но это прекрасная возможность заработать. И когда на практике, особенно если это механики, зарабатывают и по 90, и по 100 тысяч в месяц, это прилично заработать. Мотивация отличная. Да, это хорошая материальная мотивация. Ну и, безусловно, это повышение профессиональной компетентности выпускников. И когда вот после прохождения такой практики они придут, получив диплом, конечно, уже период адаптации, он будет гораздо меньше. Они будут лучше знать производство, современные технологии, технику. Поэтому вот это тесное взаимодействие между ВУЗом и работодателями, безусловно, оно способствует и повышению качества образования, и в этом ВУЗ заинтересован. И, конечно, это выпуск специалистов, высокофалифицированных, в чем, безусловно, заинтересован работодатель. Если говорить очень коротко, сейчас искусственный интеллект активно внедряется, и тенденции цифровых технологий искусственного интеллекта. Вот вы тоже вводите в свое обучение, и насколько это потом активно работодатели у себя применяют, то есть связка вот этого нового современного обучения. Вы знаете, если говорить о том, как работодатели это принимают, сегодня работодатели ставят эти вопросы. Сегодня к выпускникам как раз предъявляется требование именно цифровых компетенций, и именно в отрасли прикладное применение всех современных технологий. Сегодня сельское хозяйство, допустим, это отрасль, где очень масштабно применяются современные технологии. Мы знаем проекты, которые реализуются у нас в регионе, и молочные фермы строятся, где применяется роботизированная система доения, кормления, современные программные продукты. Сегодня в растеневодстве проводит оцифровка полей, и многие другие веи. Поэтому, безусловно, ВУЗ должен реагировать на этот запрос. Мы в прошлом году на ВЭФИ подписали соглашение с правительством по созданию Центра искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Сегодня идет, с одной стороны, формирование этого центра, а с другой стороны, сегодня уже активно проводится работа совместно с Министерством сельского хозяйства, с предприятиями региона по оцифровке полей. Создана лаборатория беспилотных авиационных систем, и мы сегодня видим, как активно применяются беспилотники во всех сферах, и в сельском хозяйстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в строительстве, и в лесной отрасли, буквально везде. Мы сегодня создаем новые программы с учетом именно повышения цифровых компетенций. Так, совместно с Темирязевской сельскохозяйственной академией, Российским государственным университетом головной аграрного страны, у нас сегодня реализуется программа агробизнеса цифровой земледелия. С этого года впервые проводится набор на магистрскую программу цифровые технологии в отрасли, роботизированные технологии. Безусловно, сегодня, ну, наверное, уже сложно работать в отрасли, где применяется самое современное оборудование, современные технологии, не имея тех компетенций. Поэтому, безусловно, сегодня это учитывается преобразованием. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Это была программа «В центре внимания». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин